И вот этот набор вот этих вот болевых аргументов, которые больше всего действуют, их надо знать. И знать очень четко, особенно вот в молодежной среде. Вот что действует на молодых людей, вот я, так сказать, по своей пропагандистской, потому что вам, ну, прежде всего, конечно же, придется к старшеклассникам идти. Ну, первое, конечно, это то, что алкоголь – это страшный мутаген. Кто хочет родить ребенка, больного, глупого, и та самая, пожалуйста, могу вам рассказать. Можно, как говорится, принимать алкоголь, пиво, вино, водку, ради бога. Вот, пожалуйста, результат. Эти, я говорю, картинки, страшилки действуют очень сильно. То есть есть люди, у которых слух работает, у некоторых глаза, у некоторых руки, да, знаете, киноэстетики, визуалы, да. И вот кому-то надо, через уши хватит, кому-то надо обязательно что-то посмотреть, а кому-то надо подойти и что-то потрогать. Вот он потрогал – это его, так сказать, и убедит. Вот это, конечно, очень сильно убеждает, потому что родить дурака ребенка никто не хочет. Ну, никто не хочет, да, это в принципе по определению, понимаете. Каким бы ты ни был, ты все равно этого не хочешь, тебе этого не хочется сделать. Это момент первый. Значит, очень сильно действует, так сказать, вот пивная тематика, то есть пивоимпотенция, очень сильно на молодежь действует. Импотентом молодые люди тоже никто не хочет стать, ни одного еще не встречал, который бы хотел, так сказать. Вот, действует это сильно. Очень сильно действует на людей, взрослых и на молодежь, это блокировка творческих способностей с помощью алкоголя. Это очень сильно действует, потому что дураком сам тоже никто не хочет быть, понимаете. Когда вот это все, все человеку даешь, это тоже, тоже очень сильно действует. Очень сильно действует, особенно на взрослых людей, у которых дети, внуки, вот эта вот энергетическая концепция наркотиков тоже очень сильная. То есть ты куришь, пьешь, а фактически убиваешь своих собственных детей. Ну, грубо говоря, то есть ты занимаешься вот этим, не себя убиваешь, себя бы ладно. Ты же удовольствие из этого, ты же мазохист, и удовольствие из самоубийства получаешь. Но детей-то ты за что своих убиваешь этим делом? Вот это тоже очень сильно, сильно очень действует на людей. И вот такой, я говорю, набор каких-то вот таких вот вещей, если у человека есть в базе, то их всегда можно. Всегда можно сделать лекцию 10 минут, 15 минут, 20, час. То есть если вот иметь вот эти вот вещи, всегда их можно взять, всегда их можно взять и рассказать. Это будет нормально. Ну, самим это надо знать. Больше практикуйтесь говорить. Раз вы выступаете, значит, вы должны уметь говорить, понимаете? Говорить, уметь, это тоже искусство на самом деле. Один человек, бе, ме, две. Ну, ясно, что такого человека очень трудно слушать, даже если он какие-то серьезные вещи говорит. Ну, а если я вот сейчас был за границей, значит, там сидит экскурсовод из Одессы. Из Одессы уехал в Израиль, служил в израильской армии и все. Он по-русски молотит тысячу слов в минуту. Я его понять не мог, половину слов понять. Га-га-га-га-га, я тут экскурсовод, я там назоведу, там, там, это все покажу. Пять минут от вас, от символатора. И вот за пять минут он дал информации, другой человек, наверное, за час столько информации, сколько он, значит, языком наболтал. Ага. Вопросы есть, значит, мол, ну, типа, давайте, ага. Ну, я так думал, думал. Я говорю, а сколько стоит ваша экскурсия? О, о, говорит, главный, самый главный вопрос. У меня, говорит, в прошлом году из Удмуртии человек был. Я ему, говорит, все рассказал, вопросы есть, нет. На следующий год приехал, спрашиваю, слушай, а сколько стоит эта экскурсия? То есть он год переваривал, приехал на следующий год узнать, а сколько же стоит вся эта экскурсия по всем самым там этим местам. Вот, поэтому, я говорю, тут надо уметь говорить. То есть человек умеет говорить, он сможет сказать. Ну, конечно, большое нам подспорье это вот видеоматериалы. То есть сейчас это есть практически в любой школе, в любом ВУЗе. Видеоряд дали, встали. Самое главное для людей это, это вот то, что вы сами ведете трезвый образ жизни, понимаете? То есть для молодежи они, в принципе, наверное, не видели ни одного трезвого человека, так, в жизни, в общем, который бы заявлял, что он живет трезво и отвергает эту так называемую культуру. Для них это вот ваш личный пример, это, конечно, это половина всей лекции. Если вы подадите, я вот всегда в начале лекции часто спрашиваю, задаю вопрос, значит, ну, вы знаете мои эти лекции, да, я говорю, кто, я никогда в жизни не курил, не понимал курильщиков. Вот 33 года назад, почитал доклад Углова, все вылил, навсегда стал трезвым человеком, принципиально, нигде, никогда, и наркотики не держал. А вот теперь, говорю, давайте познакомимся с вами. Есть такие, которые, как и я, никогда в жизни не курили. Раз, народ поднимает, там, больше половины народу, сейчас, кстати, молодежь довольно много не курять. Я говорю, о, молодцы, говорю, молодцы. Я говорю, есть ли у вас такие, которые, так сказать, принципиально, нигде, никогда не употребляют алкоголь, ведут трезвый образ жизни. Ну, существенно меньше руки поднимают, тоже поднимают, но меньше. Я говорю, пожидее, пожидее, конечно, ха-ха-ха, вроде все. Я говорю, есть, которые культурно, умеренно, по праздникам, в хорошей компании, ну, уж я не говорю, да безобразие, раз уже тянут руки, колются наркотиками, ха-ха-ха. Ну, вот, говорю, главное, главное, так сказать, проблема алкогольная, табачная, а потом уже и наркотиков. И, собственно говоря, во-первых, я свою позицию четко обозначен с самого начала, всем уже понятно, что я трезвый человек, и разговор пойдет, так сказать, с этих позиций, а не нашим, вашим, так сказать, спляшем. Вот. И у них тоже, я уже точно представляю, с кем я имею дело, и главный результат-то лекции, чтобы этих людей, которые перешли на трезвый образ жизни, стало больше. Понимаете? Вот наша главная задача. Мы должны сейчас наплодить этих трезвых людей, и чем их будет больше, тем будет лучше. И в этом главная сверхзадача всей нашей пропаганды. Потому что иначе ее чую вести, если с нее выхода-то никакого не будет. Вот. Очень важно с первой минуты где-то взять быка за рога. Вот это очень важно, понимаете? Есть в городе, есть в стране, есть какие-то факты вопиющие, которые, так сказать, их сразу людям напоминаешь, и со своей точки зрения их подаешь, и сразу все становится, что это будет очень серьезный разговор. Что это будет не хихоньки-хахоньки, понимаете, как там выпить, запустить, а это будет серьезный разговор. Вот, допустим, сейчас посадили на, сколько им, по 12 лет дали, изнасиловали девочку на посвящение в студенты. Понимаете, автодорожный институт, посвящение в студенты, их посвятили, в результате пьяные изнасиловали. Вот вам, пожалуйста. Три жизни искалечены, понимаете? А чем искалечена? Водкой. Ну, ясное дело, что это оно так и есть. Я, например, всегда рассказываю про случай в Новосибирском академгородке, где у нас случилась кафе драка. Одного студента убили, троих искалечили, четверых посадили в тюрьму, но в конце концов сумели их отмазать, я вам так тихоря скажу, потому что все списали на того, которого убили, что якобы он был самый буйный, он, значит, всех и калечил, и вот его из-за этого. Ну, понятно там, в общем, любым способом как-то это все. Но причина-то в чем? Алкоголь, табак. То есть одурили людей, совершились. Вот в Минске, конечно, это на всех действует, понимаете? Когда особенно какие-то такие подробности, не просто говоришь там, вот там была, а вот чтобы люди это представили, чтобы они представили себя на этом месте, понимаете? Каждый же может сам в такой же ситуации оказаться. Знаете, да, эту историю? В Минске когда праздник, да. Ну, я вам говорю, вот я говорю, вторую вам историю расскажу, невыдуманную историю. В городе Минске проходил городской праздник пива, городской праздник. В рамках этого праздника на площади Нямига для молодежи организовали огромный рок-фестиваль, рок-концерт. На этом рок-концерте рекой лилось здоровое пиво. Причем за месяц до этого праздника пива было объявлено, тот, кто принесет пять крышек от бутылки пива, пять этих самых, тому бутылку пива бесплатно будут давать на этом самом. И вот молодежь уже заползалась этими крышками пивными, понимаете, пробками и, значит, уже готовилась, чтобы им там и давали. И вот молоденькие девочки, там рекой лилось это пиво, и молоденькие, вот нарядно надетые девушки, они, так сказать, каждому предлагали выпить, закурить сигареты вот этой марки. То есть, и еще рекламная акция шла насчет сигарет. И тут началась гроза. И вот эта вот одуревшая от пива и сигарет молодежь разом бросилась в подземный переход метро. И насмерть растоптала, растерзала, до кишок растерла. Это вот понятие, вот какие-то вот даже такие человека, ну ладно, там задавили, да. До кишок растерли 54 молоденьких девушки. Причем на следующий день судебно-медицинская экспертиза определила, что все растерзанные девушки тоже были пьяные. И вот я говорю, ну, то есть это реально, вот если кто будет в Минске, доедьте площадь Немига, там памятник стоит. Прямо у входа в этот самый стоит памятник, все фамилии там выбиты, погибшие в этот. Ну, не сказано ни про алкоголь, ни про табак, ни слова не сказано. Просто вот, вот просто так взяли и ни с того ни с сего растоптали в этом подземном переходе 54 девушки. Вроде как, само собой. Поэтому это на людей сильно действует, и это сразу задает тон вашего выступления, что это будет очень серьезный разговор о судьбе Родины, о судьбе будущего, о вашей собственной судьбе, понимаете? О молодых людей. К чему вы пойдете? Так пойдете? Или пойдете эдак?